Привет! В кадре у нас китайский светодиодный фонарь с линзой. Посмотрим, как он светит. Решим, выгодна ли эта покупка, потому что стоит такой фонарь на Алиэкспресс от 5 до 10 долларов. Ну и дам некоторые советы по использованию. У меня обычно на канале дорогие фонари, во много раз дороже. И это ещё интересный такой вопрос. Стоит ли купить один вот такой вот фонарь или 10 вот таких вот? Вот. Ведь на самом деле приятнее иметь в 10 местах вот такие вот фонари, чем в одном где-то месте спрятанный вот этот фонарь, которого под рукой в нужный момент не окажется. Ну, естественно, чем дороже вещь, тем она, как правило, качественнее. И я никакой мере не против качественных фонарей. Я полностью за, и они стоят своих денег. Но эти фонари тоже светят. Итак, в чёрном фонаре у меня установлен обыкновенный дюрасел, полтора вольта, 2А. Светит он вот так. В зелёном установлен литиевый аккумулятор. Светит он гораздо ярче. Почему так? Потому что на литиевом аккумуляторе вот таком вот, это аккумуляторы формата 14500, то есть 14 диаметр, 50 мм длина. Тут 3,7 вольта напруга, а на дюраселе полтора. То есть, чем выше напряжение, тем ярче светит фонарь. В данном случае это, конечно, заметно невооружённым глазом. Фонари с линзой, то есть можно их сфокусировать. Как это работает? Давайте вот на этом покажу. Вот широкий угол. Выдвигаем голову. Угол становится более узким и таким вот злым дальнобойным. Ну, то есть, когда нужно что-то подсветить под ногами, или он просто лежит, что-то освещает, то, конечно, широкий угол гораздо лучше, приятнее для глаз. Когда надо посветить больше так вдаль, ну, на несколько метров, то вот мы имеем такой узкий пучок света. Кстати, забавно, вот здесь такой более-менее квадратный. Это из-за того, что здесь такая оптика и светодиод, естественно, квадратный. Сейчас мы посмотрим на светодиод поближе. Всё это разбирается вот таким вот образом. Вот здесь светодиодик маленький. Естественно, здесь ничего не герметичного. Если попадёт в воду, то всё. Дождь какой-то слабый выдержать может, естественно. Но не более того. Вот здесь вот колхоз небольшой применён у фонаря. В данном случае на корпусе есть маркировка, что здесь за светодиод. Здесь корпус, вот зелёненький, такой ещё он весёлый, не ободранный, крик У5. Написано Ultra Fire. Ну, со временем корпус обдирается, особенно если носить в кармане. С помощью этой клипсы можно просто носить в правом кармане штанов. Можно носить в сумке где-то в кармане на этой же клипсе. Ну, клипса удобная, хорошо, что она есть. Так, кнопочка. Кнопочка обыкновенная, кнопочка обратного клика. То есть нажимаем, отпускаем, фонарь загорается. Это даёт возможность подавать вот так вот сигналы, например. Но это не тактическая кнопка. Самая обыкновенная кнопочка, они часто выходят из строя. Можно заказать новую и починить. Раскручивается это вот таким вот образом. Пружинка. Контакт идёт минусовой, соответственно, по резьбе. Вот здесь вот. Ну и тут установлен литиевый аккумулятор. Посмотрим ещё, как это всё дело светит. Размеры корпуса этих фонарей 9,2 на 2,6 сантиметра в диаметре головы. С батарейкой весит 90 грамм, без батарейки 65. То есть размеры корпуса не очень большие. Ладно, поехали. Посмотрим, на что они способны на улице и в доме. Ну что ж, куда-то идти с этими фонарями вполне можно. Дорогу подсветить тоже. Естественно, на литии светит ярче. Но вот если я сейчас уберу из кадра фонарь на литии, то и вот это вот пятно будет таким вот более ярким казаться. Ну это всё из-за камеры. Вот эти два рядом. И справа это как-то очень уж тускловато смотрится. Камера снимает в автоматическом режиме. Ну и теперь вот на дерево посветим. Это фонарь на литии. А это фонарь на обычной батарейке. Ну что тот, что тот светит. В принципе, неплохо. Ну вот сравнительно на расстоянии. Слева сейчас фонарь на обычной батарейке, справа на литии. Разница очень ощутимая. Вот они, квадратные светодиоды. Сейчас заметна квадратичность их. О, вообще великолепно видно. И вот этим квадратом можно что-то освещать. Забавно. Ну что ж, давайте посмотрим на эти фонари. Видно боковая засветка. Кстати, довольно широкая. То есть, вы будете идти, светить вперед вот этим пятном. Слева летит, кстати. Будете идти, светить этим пятном. И будет что-то видно под ногами. То есть, вот здесь вот. Ну, в целом фонари светят. Светят нормально. Ну, вообще экономить на фонарях не следует. Лучший способ сэкономить, знаете какой? Вообще не покупать фонарь. Ну, эти фонари в принципе работают. Работают. И я, честно говоря, ожидал худшего. Ну, все нормально. Конечно, могут сломаться. Может внезапно выгореть светодиод на фонаре. Такое бывало. У моего друга, например, выгорел светодиод. Ну, можно без проблем купить новый диод, новый драйвер, платку, вынуть из другого фонаря. Здесь можно наколхозить все, что душе угодно. Ну, и напоследок, я думаю, давайте посмотрим фонарь на литии на дальнобойность. вот так вот. И теперь фонарь на обычной батарейке. Итак, китаец в помещении. неплохо. Освещает до стены 5 метров. Для помещения в принципе достаточно. А вот на литиевом аккумуляторе. Тут поярче, гораздо ярче. Ну, фонарь сейчас глазом заметно сильно синит. Что этот, в принципе, что этот. Они оба немножко синят. Ну, небольшую комнату освещать можно таким фонарем. На литии. И на обыкновенной батареи. Ну, и для контраста фонарик конвой S8. В принципе, на камере смотрится похоже. Да, что этот, что этот. Но конвой намного ярче. В конвое где-то 90 люмен, ну, по моим оценкам. Ширина пятна, кстати, одна и та же. Конвойчик S8, фонарик. Обзор, скорее всего, уже на канале есть. Смотрите в плейлисте фонари. Такая вот реклама у нас. Ну, на камере что это, что это. Одинаково. Но глазами, блин, глазами разница очень существенная фонарей. Фонари светят совсем по-разному. Более тусклый, гораздо более тусклый. гораздо более тусклый, дешевый китаец. И в жизни, да, в жизни очень заметна разница между китайцем вот этим и вот этим вот китайцем тоже, но более мощным. Такой вот фонарик. фонарик. насчет фонарей с линзой стоит сказать, что конечно много света уходит непонятно куда из-за этой линзы. Тут нету рефлектора. Вот этот рефлектор, отражатель так сказать. ну вот в автомобилях например тоже используют линзы в фарах и никто не парится по поводу того, что есть потери света, причем очень значительные. Ну в данном случае нужно понимать, что фонарь и светодиод светят слабо, поэтому хорошо иметь линзу, потому что можно им светить не только просто вот так вот, но еще и более-менее куда-то вдаль посветить. Потому что не будет здесь линзы, ну давал бы он вот такой средненький свет. И это было бы ни то, ни сего, ни вдаль, ни вблизи. Ну вблизи будет слишком такое выраженное пятно, не широкое, а вдали будет ничего не видно. Вот поэтому линза на вот таких слабеньких фонарях это на мой взгляд конечно благо. Вот на современных фонарях это никому не надо, потому что на современном фонаре например есть несколько режимов, к примеру вот слабенький режим что-то вблизи посветить, там вот сильный режим куда-то вдаль посветить. Но в этих это безусловно система оправдана. Вообще на литии конечно ярче светит, но для литиевых аккумуляторов нужна специальная зарядка тоже отдельная. Нельзя заряжать в зарядке для никель-металл-гидридных. Это тоже надо иметь ввиду, что придется купить не просто так вы купите фонарь за 5 баксов, вам еще придется купить пару таких аккумуляторов тоже за 5 баксов, плюс еще зарядку для них я не знаю, она 10 баксов стоит. Или можно купить фонарь, купить Duracell батарейку и пользоваться. Так что тут нужно решить, нужен ли вам литий и вот этот свет. Ну, еще заметно, что например, в данном случае светодиод холодный, вот в этом фонаре светодиод более теплый. насчет лития. Данные фонари, если указано, что не указано, что они могут работать с литием, значит они не могут. И обязательно смотрите в описании, поддерживают ли этот фонарь литиевые аккумуляторы. Это очень важно, у моего друга так недавно сгорел светодиод. Ну, ничего страшного тут нет, он прям не горит, не полыхает, он просто так пшик, дымок и все, диод вышел из строя. То есть нужно смотреть, поддерживает литий или нет. Конечно, хорошо, когда поддерживает литий, потому что света на литийном аккумуляторе больше. Но некоторые люди даже не знают о существовании вот таких вот аккумуляторов, пользуются по старинке обычными дюрасейлами, обычными батарейками. Так что не всегда это нужно, не всем нужен вот этот литий в этом корпусе. Относительно других фонарей такого типа, могу сказать, что конечно, по сравнению с современными фонарями на литий, на 2А корпус здесь великоват. Корпус здесь большой и тяжелый. Сейчас уже фонари делают более компактными, более легкими. Но естественно они зачастую дороже, причем намного дороже. Но эти фонари они на голову выше всех фонарей с лампами обыкновенных. китайских фонарей с такими крупными страшными диодами это на голову выше. Это уже другой уровень. Здесь есть фокус, здесь есть более-менее какой-то нормальный светодиод, есть даже клипса, ребра охлаждения. Ребра охлаждения, кстати, вот эти, они неспроста. На литиевом аккумуляторе фонарик сильно греется, поэтому хорошо, когда они есть. Фонарик сильно греется, греется, потом сгорает. Тут никакой защиты, насколько я понимаю, нету от температурного датчика, ничего такого здесь нет. Так, я немножко отвлекся, в общем, смысл в том, что за последние пять лет фонари светодиодные очень сильно шагнули вперед, и есть гораздо более компактные, выдающие гораздо больше света. Но все равно по сравнению со старыми, которые были там 10-15 лет назад, это просто что-то с чем-то. и человеку, который не пользовался фонарями такого типа, даешь вот это, и человек говорит, вау, круто. Я-то, как заядлый любитель фонарей современных, я могу сказать, что в общем, смотрите, у меня плейлист по фонарям на канале, там найдете много интересных, много интересных фонарей. Ну, а вот это неплохой выбор для человека, который по фонарям не заморачивается, просто берет и пользуется. Ну, что ж, благодарю всех за просмотр, естественно, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Все, пока-пока, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok,